Всем привет! Привет! Лето набирает свои обороты, наконец-то можно заняться делами, которые вы так долго откладывали. Но и развлекаться тоже не нужно забывать. Как? Мы расскажем. Меня зовут Дмитрий Садылко, и это программа «Молодежный проспект». Сегодня мы отправимся в контактный зоопарк вместе с нашей героиней из Китая и за чашечкой кофе поиграем в оригинальную настольную игру. Настольные игры были популярны еще в те времена, когда и столов толком не было. Сейчас их востребованность тоже велика. Кто-то хочет проверить остроту своего ума, кто-то — приятно провести время с друзьями. А как не потеряться в этом огромном и увлекательном игровом мире, расскажет Алина Бестужева. Настольные игры были популярны еще в Древнем Риме, но тогда доступ к ним имела только элита. Сегодня каждый может выбрать настольное развлечение по своему личному вкусу. Словеснологические, карточные, настольно-печатные игры — у каждого типа свои достоинства. Город засыпает. У нас первая ночь, никого не убивают. Все уснули, просыпается мафия. К словесно-логическим играм относится популярная сейчас мафия. Главное игровое действие основано на словах. Игроки обсуждают версии и принимают решения, кто может оказаться врагом в этом раунде. Главное — не ошибиться, ведь от этого зависит финал. Это предшественники карточных игр — гадальные карты Таро. Имена от них произошли покер-придж-преферанс. Карты современных настольных игр больше походят на свой средневековый прототип. На них изображены монстры, события, персонажи. Среди карточных игр выделяют коллекционные. В этом случае игрок не может купить полный комплект. Приобретая случайные карты по огромной цене, он должен не только составить из них колоду, но и найти противника. Колодами играть все равно приедается. И в отличие от того, что настольные игры, которые никуда не денешь, колоду всегда можно модернизировать, пересобрать. Из большого количества карт получаются разные интересные колоды разных форматов. Плюс очень много желающих просто собирать разные красивые картинки. Особые возможности дают настольнопечатные игры. Здесь есть поля для игр, специальные карты, миниатюры, игральные кубики, книга с правилами. Все это позволяет игрокам погрузиться в другой мир. Но чтобы этот мир появился, нужно, чтобы его кто-нибудь создал. Ольга Длужевская в качестве дипломного проекта самостоятельно разработала и воплотила в жизнь настольнопечатную игру «Барьер». Сюжет заимствован из электронной версии всем известной игры готика. Тот же мир, та же вселенная, те же фантастические персонажи. Но они преобразованы, стилизованы и уже основой для их образов были средневековые книги, манускрипты и шахматы Карла Короля Великого. Создание такого проекта – огромный труд. Ольга сама рисовала карточки и поля для игры. Фигурки и фишки лепились вручную из полимерной глины. Составить правила девушке помог ее друг Андрей Отрыванов. Именно он придумал классы героев, стратегические и тактические особенности игры. Вообще, как придумалось все это дело? Изначально хотелось сделать игру как интересную, так и чтобы задействовать мозг в правилах. У нас есть как случайности, то есть это ибрские кубики, так и есть, ну, называемое хомячество, прикарманивать в себе какие-то заклинания, попытка обворовать другого игрока для того, чтобы найти самое лучшее оружие. Четыре месяца вдумчивой и кропотливой работы понадобилось для создания настольной вселенной «Барьер». В результате игра получилась качественной, оригинальной и интересной. Жаль, что всего в одном экземпляре. Разнообразие настольных игр сегодня впечатляет. Одни довольно простые, другие требуют внимания и вдумчивости. Поэтому решайте сами, приобрести игру для веселой тусовки с друзьями или же для тренировки интеллекта. Так, ну выбираем, кто будет первых одеть. Какой напиток самый летний? Вода? Может быть, кола? Или чай? Нет. Может быть, кофе? Те, у кого трудные ночи с сессией и захватывающий с футболом, меня поймут. Но даже тем, кому этот напиток не особо приятен, я думаю, стоит посмотреть наш следующий сюжет. Многие жить не могут без вкусного и бодрящего кофе. Но какое влияние оказывает этот напиток на организм? Разберемся вместе со специалистами и узнаем все тонкости и секреты хорошего кофе. Кофе – это натуральный энергетик. Когда кофеин поступает в кровь, человек чувствует прилив энергии. Однако на это способны не все сорта кофе. Различаются два основных вида кофе – арабика и робуста. В робусте в два раза больше кофеина, хлорогеновых и аминокислот, поэтому этот сорт кофе имеет горькие нотки. А для арабики характерен кисловатый богатый вкус, и она мягче действует на организм. Существует три степени помола. Опять же, одна под турку, под френч-пресс и под кофемашину. Существует множество разных мнений о пользе и вреде кофе. Кто-то говорит, что его употребление снижает риск развития цирроза печени. Кто-то утверждает, что кофе опасно для нервной системы человека, здоровья его сердца и желудка. Здесь не разобраться без комментария врача. Кофе – это продукт энергетический, конечно, в плане того, что утром, чтобы организм проснулся. Но для улучшения памяти, для улучшения работоспособности его применять нельзя. Здоровый организм реагирует на кофе следующим образом. Усиливается быстрота реакции, учащается дыхание, кровяное давление незначительно повышается, расширяются сердечные сосуды. Поэтому употребление кофе поможет сконцентрироваться на работе и стабильно ее выполнять. Вкусовые и энергетические свойства кофе также зависят от его обжарки. На степень, вид и качество обжарки влияют два фактора – время и температура. В зависимости от них бывают венское слабое, классическое французское среднее и итальянское – это сильная степень обжарки. Но и это еще не все. Действие кофе на человеческий организм зависит от его рецепта. Наш кофейный эксперт Полина Дзиканова согласилась поделиться секретами приготовления кофе. Сейчас мы готовим двойной эспрессо. Делаем пролив. Устанавливаем. И теперь наблюдаем за приготовлением кофе. Получается вот такой замечательный крепкий напиток. Теперь Полина готовит нам ароматный фрапуччино, который поможет расслабиться после тяжелого дня. Фрапуччино – это кофе, который готовится на основе одного эспрессо. Пока кофе готовится, мы заливаем молоко в шейкер. Ну, какой вы, например, хотите фрапуччино. Могу предложить вам ванильный. При подготовке к экзамену очень важно. Он сосредоточится на усвоении и повторении больших объемов информации. В этом нам поможет бодрящий двойной эспрессо. Его стимулирующий эффект держится в течение трех часов. И в отличие от алкоголя и энергетиков, кофе не вызывает у питающего состояния. Главное – не увлекаться употреблением этого бодрящего напитка, иначе его действие ослабевает. А после успешной сдачи экзамена можно расслабиться и побаловать себя ароматным фрапуччино. Если вы уже сдали все экзамены и даже прошли практику, если вам совершенно нечем заняться в эти летние дни, отправляйтесь в зоопарк, желательно в контактный. Контактный зоопарк – одно из любимых мест челябинцев. Посетить его мечтают многие иностранные студенты. Джен приехала в Челябинск из Китая и еще не везде успела побывать. Съемочная группа «Молодежного проспекта» организовала для нее экскурсию в контактный зоопарк. Если в России контактный зоопарк – явление распространенное, и практически в каждом городе можно пообщаться с козочками, барашками и кроликами, то для Китая это редкость. Сегодня я первый раз пришла в зоопарк в России. Я очень рада, потому что в Китая в зоопарк нельзя трогать ребенка, потому что они думают, что это опасно. Джен очень любит животных и с удовольствием изучает их жизнь. Сегодня мечта девушки отчасти исполнилась. Она не просто увидела пушистых и пернатых на картинке, а даже сфотографировалась с ними. Я пришла в зоопарк, в зоопарк. Это зашло меня на большое впечатление. Там я видела заяц, гуси, ежи, еще индюк, баран, очень много-много. И я сам дала им капуста. Они все подошли ко мне. Какое-то интересно. Гуси, курочки, овечки – все эти животные – символ деревни в нашей стране. В контактном зоопарке есть возможность погладить и покормить животных, поэтому и взрослые, и дети с радостью спешат понаблюдать за неуклюжими птенцами и разноцветными птухами. После посещения приятные эмоции и хорошее настроение вам обеспечено. Спасибо, что вы с нами. Мы вас бросать не собираемся. Уже через две недели снова выйдем в эфир с новыми интересными сюжетами. Мы – это программа «Молодежный проспект» и я – Дмитрий Садылко. Увидимся!